Доброе утро! С вами рубрика ЗОЖ и доктор Кузьмина. Все о здоровом и правильном образе жизни и о тех возможностях, которые дает нам природа. Такой необыкновенный наш лопух обыкновенный. О нем и пойдет сегодня речь. Пора. Пришло время копать корень лопуха. Ведь майский лопух самый сильный. В нем в это время сосредоточены по максимуму все биологически активные вещества. Корень лопуха можно назвать универсальным лечебным растением, которое часто применяется в народной медицине. Корень лопуха применяют при... Первое и самое основное свойство лопуха – это выведение из организма токсических веществ, из чего уже следуют его следующие применения. После отравлений, онкологические заболевания в комплексной терапии, снижая токсическое действие на организм химиотерапии, ожогов различной степени тяжести, где имеются тяжелые внутренние интоксикации, тоже при гнойных ранениях. Второе. При нарушениях обменных процессов организма – водоминерального, жирового, углеводного. Третье. Лечение любых кожных заболеваний, таких как экзема, фурункулез, дерматоз и т.д. Четвертое. В качестве жаропонижающего средства при инфекционных заболеваниях. Обратите внимание на это средство. Деткам рекомендую его, а не гепатотоксичные НПВС. Конечно, все в разумных пределах, и если возникают вопросы, можно задать их в соцсетях лично. Пятое. Лечение опорно-двигательного аппарата. Шестое. Лечение болезней, связанных с желудочно-кишечным трактом. Из лопуха делают настои, отвары, экстракты, мази, сок. Вот рецепт настоя корней лопуха. Столовую ложку измельченных корней заливаем двумя стаканами кипятка. Настаиваем 1 час в термосе, а лучше в чайнике под куклой-грелкой, которую шили наши бабушки. Так трава дышит. Употреблять средства следует в теплом виде по половине стакана 3-4 раза в день после еды. Такой настой рекомендуют при почечной и желчекаменной болезни, ревматизме и подагре, сахарном диабете, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, гастрите, геморрои, экземе, эксудативном диатезе, фурнкулезе и рахите. Так в течение месяца. Приглашаем вас 11 мая посетить мероприятие, где похудевшая известная всем ведущая Марина Богомолова будет делиться секретами своего похудения. Лечение природными средствами длительней, но это зачастую лечение корня болезни, а не снятие симптомов. А лечение должно вести к выздоровлению, непожизненному приему лекарств. С вами была рубрика ЗОЖ и доктор Кузьмина. Здоровья вам и вашим близким. До встречи!